Добрый день, дорогие друзья. Спасибо организаторам за возможность высказаться. Мне вот в предложенном названии так пригнуло слово фундаменталист. Я, в общем-то, постараюсь это вот примерно и оправдывать, хотя есть желание и всё-таки в диагностическую область скатиться. Но вот на данном слайде представлена такая общая схема формирования циркулирующих опулевых клеток. Я её привёл для того, чтобы напомнить основные этапы их формирования. Для того, чтобы опухолевая клетка стала циркулирующей, ей нужно пройти некоторую трансформацию. Эта трансформация слегка напоминает эпителиальную мезонимальную транзицию, но не всегда и не полностью. Происходит это в результате действия гипоксии, ряда дифференцировочных ростовых факторов, которые продуцируют опухолицированные микрофаги, другие клетки иммунной системы в процессе опухолицированного воспаления. Далее клетка, изменившись, приобретает способность передвигаться, она попадает в неклеточный матрикс. И если здесь ей удаётся выжить, то она с помощью своих собственных протеаз, инициируя продукцию протеаз для фибробластов, добирается до кровеносного сосуда, проникает в кровеносный сосуд и тут опускается в такое очень опасное зрительное родео, в котором есть очень много сложностей и опасностей для этой клетки. В первую очередь, конечно, оксидативный стресс, это механический стресс, это отсутствие тех ростовых факторов, с которыми она дружила, когда она была резидентом первичной опухоли, и, наконец, это активность клеток иммунной системы, которые призваны элиминировать эту клетку. Если ей повезло, и она выжила вот в этом путешествии, то, выходя из сосуда, она имеет ещё один шанс умереть в процессе апоптозы, или перейти в энергию и в покой, либо же по некоторым теориям пройти обратно дифференцировку в эпителеальную состояние и далее сразу же или через какое-то время перейти в деление и сформировать, собственно говоря, метастаз. Вот нас в этой самой схеме интересует вот та часть, которая протекает внутри кровеносного сосуда. Именно здесь циркулирующие опухоли в детке представляют собой потенциальный маркёр для клинического применения. Ну вот на данном слайде я привёл основные потенциальные области практического применения. Фактически наиболее исследованы прогнозные исследования, привлекательная идентификация детерминатной таргетной терапии, безусловно, оценка ответа на лечение. Остальные области, они, в общем-то, в гораздо меньшей степени исследованы. И, наверное, вот последняя ранняя диагнозка онкологических заболеваний в области жидкотомбиопсии, это в очень значительной степени спекуляция, даже не хочется в ней пока останавливаться. Но вот чтобы решить вот эти приведённые практические задачи, на самом деле надо ответить на целый ряд очень важных фундаментальных вопросов. Из них, наверное, самый главный, а насколько сетисеиндетичны первичные опухоли. Исследования последних лет, на самом деле, показывают, что это далеко не так. И, в общем-то, это логично объяснить, потому что, проходя вот этот путь из резидента первичной опухоли в циркулирующую клетку, клетка проходит значительное селекционное давление, которое вызвано в целом рядом и внешних, и внутренних факторов. И, фактически, вот та фракция циркулирующих клеток – это уже отобранная фракция, которая совсем не первична. И для этого, наверное, пожалуй, вот самый яркий пример – это рак молочной железы, для которого наиболее хорошо охреатизованы циркулирующие опухоли клетки. Независимыми группами, независимых исследований было показано, что у пациентов первичной опухоли негативной по HER2-неу в циркуляции наблюдаются опухоли клетки, несущие HER2-позитивный ответ. И, предположительно, вполне возможно, что это необходимые условия трансформации для того, чтобы эти клетки выжили и получили селективное преимущество. Вот таким образом, для, по крайней мере, фармакогенетического тестирования в настоящий момент нет такого коллективного мнения о том, что CTC, например, представляет собой лучший маркер или удобный маркер, например, по сравнению даже с циркулирующей опухолевой ДНК. Другой, не менее важный вопрос – это спектр тех маркеров, которые используются для селекции, собственно говоря, циркулирующих опухолевых клеток и их идентификации. Ранее, практически до настоящего момента, в основном, более 90% исследований, такими маркерами являются различного рода эпитиальные белки, находящиеся на поверхности мембраны циркулирующих опухолевых клеток. Наиболее известные, популярные из них – это эпителиальные молекулы адхезии или ЭПКАМ. Для идентификации наиболее популярны исследуются CTC-керотины. Но вначале я сказал ключевое слово – эпителиальная мембрана транзиция, то есть тот процесс, который происходит со значительной частью циркулирующих опухолевых клеток. И в этом процессе эти молекулы часто исчезают. Поэтому, используя вот эти вот маркеры традиционные, мы можем терять значительную долю эпителиальных клеток, и сегодня это, в общем-то, не эпителиальных, уже мезенхимально ориентированных циркулирующих опухолевых клеток, и сегодня это активно обсуждается. И, в общем-то, надо отметить, что фактически вот в этой области последние годы наблюдается стагнация. Мы не видим достаточное количество маркеров для селекции, для подтверждения. Ну, например, если мы обратимся к лоректальному раку, то добавилось, наверное, 3 гликопротеина, которые, в общем-то, обсуждаются, ну, тут в паре работ и о каком-то клиническом применении говорить пока очень рано. Другим, на самом деле, недиагностическим, практическим применением циркулирующих опухолевых клеток может быть поиск механизмов, формалактических препаратов, которые будут способствовать их успешной иллюминации. И на это, наверное, даже более значимое, более интересное направление, потому что оно будет вести к уменьшению количества метастазов и метастазирования. Здесь поиски направлены на препараты, которые активируют клетки иммунной системы, в первую очередь, НК-клетки, и такие примеры уже есть, по крайней мере, на первой и второй фазе клинических исследований. Это мог быть разрыв взаимодействия тромбоцитов и СТС, потому что циркулирующие опухолевые клетки часто используют тромбоциты как некий такой щит для выживания в циркуляции. И поиски новых механизмов, которые в настоящий момент сегодня в общем-то достаточно слабо известны. Надо сказать, что фундаментальные аспекты этих проблем изучены очень плохо. Ну и, наконец, возвращаясь к диагностике, для того, чтобы диагностика жила, требуется решить те важные технологические проблемы, которые позволяют ей проникнуть из фундаментальной лаборатории, собственно говоря, в клиническую. И здесь сегодня доминирует иммуно-опосредованная селекция циркулирующих опухолевых клеток. Основные молекулы я уже называл, гипкамсы, токератины, некоторые глиппопротеины. Однако, наверное, в последние два года целый ряд исследований показал, что такого рода селекция, позитивная селекция, она может утрачивать какие-то клетки, которые не несут этих маркеров. И развивается другой метод, который сегодня активно входит в практику. Это, собственно говоря, негативная селекция. Когда мы просто убираем клетки крови, для клеток крови хорошо описаны поверхностные маркеры, для них есть большое количество антител. Таким образом, этот метод является агностическим. И сегодня потихонечку начинает выходить уже и в какие-то клинические, пардон, исследования. Ну и, наконец, есть целый ряд физических маркеров, которые позволяют селектировать скруливающие опухоли клетки, из которых мне хотелось бы выделить, в первую очередь, размер. Большинство опухолевых клеток имеют больший размер, и их можно отделять фильтрацией. Ранее была принадлежна система SLC-ОЧ, она получила FDA, основана она на иммуноафинном выделении через молекулу ЭПКАМ и в дальнейшем подтверждение с помощью позитивной реакции на цитоокератин и негативной реакции на CD25, ликоцитарный маркер. СЛС-ОЧ к настоящему моменту используется в большинстве тех клинических исследований, которые приведены на настоящий момент времени. Однако, в общем-то, за достаточно протяженный промежуток времени они не привели к каким-то клинически значимым протоколам. Более того, гуру исследований в этих областях некоторые говорят о том, что фактически появление этой системы скорее стагнило в эту область. Однако, тем не менее, появились новые устройства, более простые, стоящие меньше их денег. И вот я просто без какой-то ангажированности хотел выделить два. Одно из них ScreenSell, простейшая система, которая позволяет с помощью фильтрации за 15 минут достаточно хорошо обогатить клетки. Применение ее, возможно, непосредственно у постели больного, не требует специального оборудования. И вторая система – это Гелупи нано-детектор. Обе системы получили СИИ-одобрение, фактически, которое представляет собой иглу, на которой унесен специальный полимер, на него без его найти тела, игла вставляется в локтевую вену, и за полчаса через нее протекает около литра крови, что позволяет селектировать достаточно редкие опухоли клетки. И выделить их, выдергивая эту иглу. Когда опухоли клетки выделены, на самом деле этого мало. Нам требуется их проанализировать, извлечь ли они какую-то полезную информацию. И здесь классическим является определение СИТСи с помощью специфических иммунохимических белковых маркеров, а также определение уровня специфичности отдельных МРНК. Добавляются сюда эстоматические мутации, метилирование. Здесь очень простые математические соображения. Иммунохимические маркеры считают клетку, клетка одна. Соматические мутации – это геном, геномов в одной клетке два. Метилирование потенциально можно объединять, амплифицировать сигнал в 5-50 раз в самой большой плеканности. А вот МРНК и микро-РНК, синтезируемые опухоли клетки, могут иметь плеканность до 10 тысяч, 100 тысяч раз. Это фактически в настоящий момент самый перспективный маркер. Однако специфичность тех маркеров, которые классически используются даже в тех системах, которые сейчас претендуют на клиническое исследование, она тоже достаточно проблемна. Вот здесь приведены исследования специфичности экспрессии некоторых МРНК, которые базово используются для маркировки колоректального эпителия. И мы видим, что то, что объединено красным квадратиком и стрелочкой, это, собственно говоря, это кишка, все остальное – это другие органы. И специфичность, в общем-то, мягко говоря, не очень хорошая. Даже классические молекулы ИПКАМ и КРТ, они тоже не показывают специфичности достаточной. И это, в общем-то, очень странно после реализации таких больших работ, как TCGA, консостром Синскол, в котором мы тоже участвовали, что за последние фактически 3-4 года новых маркеров мы здесь не наблюдаем. Таким образом, вообще, можно заключить, что аналитическая часть сегодня селекции циркулирующих клеток находится, в общем-то, на самом деле не в самом благополучном состоянии. И отчасти это связано с тем, что их какие-то попытки практического внедрения, они начались задолго до того, как была более-менее понята фундаментальная ваза их формирования, циркуляции и, в общем-то, значимости. Но если говорить про аналитику, с аналитикой так или менее всё относительно ещё более-менее нормально, а вот с клинической полезностью тут совсем всё плохо. Здесь я вот привёл те исследования, которые фактически – это 30-летние исследования циркулирующих клеток. Вот 80… Не заходите на территорию клиницистов, тем более время уже подходит. И заканчиваю. И всего 800 для в целом циркулирующих клеток. Это мало. И фактически это породило сегодня такое общее мнение о том, что даже если мы видим хорошую чувствительность, специфичность диагностическую, клиническая полезность в отдельных случаях, она часто приближается к нулю, как в случае, например, большого количества циркулирующих клеток для мелкоклеточного рака лёгкого, где нет клинических аппликаций. Но я вот надеюсь, как раз, что следующий Михаил Юрьевич уже прояснит эту область более профессионально. Поэтому резюмируя сказанное. Сегодня фактически мы имеем какой-то такой очень обоснованный, но сдержанный пессимизм по поводу, в первую очередь, фундаментальных аспектов использования циркулирующих клеток, в первую очередь, наверное, для фармагенетического тестирования это совсем навряд ли, для прогностических исследований, я думаю, мы услышим, а для всех остальных аппликаций требуется дальнейшее фундаментальное исследование для того, чтобы всё это дело исследовать грамотно и полезно. Мнение субъективное, дискуссионное, пожалуйста, не кидайте ботинками, в общем, оно слегка провокационно именно для дискуссии. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.